Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, не высказать... Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Мы обязательно примем еще один звонок. Мы приняли. Не дождались. И еще одна беда, о которой мы тут говорили в перерыве. Вот тут нас, по-моему, на Ютьюбе ругают. Некто Роза-Роза. Наглый, гасите свою рекламу, свиньи. Где? А я не вижу, где Роза-Роза. Может быть, это уже она ударила, может, ее совесть замучилась за такие слова. Но неважно. Ладно. Так вот, еще одна проблема. Пиар, это плохой пиар, тоже пиар. Еще одна проблема, которая, по-моему, негативно сказывается на всех, и на медицинском обслуживании, особенно на тех людей, которые вынуждены покупать лекарства. Это законодательно? Я еще переспросил, я говорю, может быть, я не прав, но, насколько я знаю, законодательно, медикер не имеет, не может обсуждать цену на лекарства с фармой. Вот мне интересно, кому пришла в голову такая гениальная идея из законодателей? Угадай с одного раза. И за сколько, или так, вернее, так сказать, за сколько фарма купила законодателей, которые инициировали этот закон и проголосовали за него? За очень большие деньги. Это те деньги, на которые могли уменьшить стоимость лекарств. Вот и все. Да. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, вот объясните мне, пожалуйста, для чего нам нужна демоквистка парня вообще? Они ничего полезного в одной стране не делают? Алло. Да-да, да-да. Нет, мы слушаем. Как для чего? Она им нужна, тем, кто руководит по артистам? Я с вами согласен, она нам не нужна. Подожди, подожди. Америка, с некоторых пор, странная Америка действительно превратилась в парня. Была образована, то есть, основная система Америки была checks and balances. Единственный вариант, или как-то по-русски сказать, не знаю. Единственный вариант добиться какой-то демократии, это хотя бы двухпартийная система, которая в свое время не давала друг другу нарушать законы, нарушать конституцию и так далее. А если сегодня убрать демократическую партию, то, поверьте мне, республиканская партия станет такой же, как демократическая. Я помню, когда Буш был президентом, и обе палаты контролировались республиканцами, они так начали тратить денежки, что... Подслушай, а сколько сегодня... Забудь про Трампа. Сколько сегодня у нас в бюджете... Слушай, а в следующий день мы, кстати, тратим денег столько, чтобы... Мама, не горюй. Причем республиканцы греют свои руки у этого костра не меньше, чем демократ. Абсолютно. Конечно, еще бы. Вот и все. Я тебе больше скажу, а сколько республиканцев становится вот... Господи, скажи мне, скажи мне, по-русски это слово... Единомышленники демократов, потому что они избираются в определенных дистриктах. И они просто должны это делать, потому что иначе против них не проголосуют. Проголосуют, возьми вот этих вот Невер Трамперов, их Трампер хейтерс, республиканцев. Конечно, они проголосуют за того, за кого надо. Вообще, люди, которые идут в политику, подавляющее большинство, среди них встречается редкое исключение. Люди, которые... Идеи. Служат, да, идеи какой-то нормальной. Служат, так сказать, заботятся о том, чтобы страна протестала. Зачездно обидно. А многие превратили это в такой очень доходный бизнес. Просидев несколько лет в Конгрессе, становятся мультимиллионерами. Ну, оттуда, да, если они уже вцепили из этого стола, они из этого стола не встанут. Ты понимаешь, кроме заработка, ладно, уже зарабатывали бы, но хотя бы были бы... Я имею в виду нечестными по отношению к своим спонсорам, а честными по отношению к своим избирателям. Как говорили, помнишь, сами же, то ли говорили, воровали, но и другим давали. Ну, слушай, они же своих избирателей не ставили. Понимаешь, самая страшная вещь вот во всей этой американской системе сегодня, это то, что человек, которого избирает народ, вот какая-то часть общества, да, он идет, едет в Вашингтон, закрывает дверь, закрывает окна и абсолютно забывает про тот народ, который его избрал. Ему некогда уже общаться с этим народом, потому что, с одной стороны, он должен собирать деньги на... Он сразу на второй день начинает собирать деньги на следующую избирательную кампанию. А как ты думаешь, у кого он собирает деньги? Там стоит очередь лоббистов, которые шелестят купюрами для того, чтобы протолкнуть тот или иной закон. И вот те лоббисты, я уж как-то, ты знаешь, никогда не поверю, что они представляют мои интересы. Вот те лоббисты, которые тратят миллиарды долларов денег для того, чтобы протолкнуть тот или иной закон. Сережа, я никого не хочу убедить, но вот те, скажем так, мелкие сошки, которые дают там по 100, по 100, по 50 долларов, понимаешь, никогда в жизни не выиграют у лоббистов, то есть в свои интересы. Конечно, лоббишь такие деньги. Понимаешь? Поэтому, вот те люди, которые говорят, что вот надо, надо давать, надо, но надо знать, кому давать. Не давать слепо, только потому, что это идет вот в эту партию, или это идет в эту партию. Если давать деньги на поддержку... А вот в эту партию я никогда не давал и давать не буду, это точно. А сюда не ногой. Вот смотри, как знание, я помню. Послушайте, давайте-ка я конкретную вещь какую-то скажу, потому что, возможно, еще не все наши радиослушатели об этом знают. Очередная антисемитская, кавычки, выходка администрации Трампа. Подписание, признание весот голландских. Они не просто признали голландские весоты, а официальная администрация переделывает карты. В Госдепартаменте есть карты официальные. Так вот, в этих картах голландские весоты включены в границы государства Израиль. Включены. Несмотря на то, что некоторые государства, а Европейский Союз не признает, ну и там целая куча государств, которые не признают суверенитет Израиля над голландскими высотами, администрация президента Трампа идет до конца в этом направлении. Ну и мне сразу приходит опять на ум высказывание некоторых нево-трамперов, которые обвиняли его в антисемитизме. Ну и все равно будут обвинять, все равно скажут, что это прикрытие пока. А, это он прячет, ну да, 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 он прячет свой антисемитизм вот за эти произраильские выходки. Да, чтобы его, чтобы получить голоса евреев-американцев-избирателей. Да, 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 совершенно так. А вот честно. И заставил дочку специально выйти замуж за евреев принять геюр. Вот такой негодяй. Пройти через геюр, да. А еще ИПЭК прошла конференция, да, вы знаете, что ни один из кандидатов от Демократической партии на пост президента в этой конференции участия не принимал. Хотя, на самом деле, надо понимать, что ИПЭК это не правая организация, это не консервативная организация. Это организация, которая включает в себе и либеральных евреев, и консервативных евреев, и она как бы носила на себе двухпартийный характер всегда. То есть, интересы этой организации заключались в том, чтобы поддержать Израиль, представить их интересы, отставить их интересы, независимо от партийной принадлежности. Но на сегодня Демократическая партия настолько двинулась влево в сторону исламизации, в сторону антисемитизма, что ни один из кандидатов в президенты от Демократической партии не присутствовал на этой конференции. Единственное, Шмаки Шумер побежал туда, и Нэнси Пелоси, но они вынуждены без... Как же без 25% денег, собранных от евреев на избирательную кампанию демократов, как же обойтись? Ну, с другой стороны, хорошо, потому что вот эти антисемитские высказывания, они заставляют очень многих проснуться, наконец-то, и понять, что что-то не так происходит. Нет, что-то у меня вот по этому поводу как бы... Есть некое движение, безусловно, есть движение выхода из Демократической партии, поскольку она стала антисемитской. Есть такое движение, в соцсетях мы это видим, об этом говорят на факс немного, люди выступают, но я не думаю, что оно настолько массовое, к сожалению. Потому что, я слушал, Чаки выступает, но я вижу, что он врет, но потому что он вынужден прибежать и как-то уцепиться, поддержать. И в зале сидят, аплодируют люди, у которых закрыты глаза, которые не видят, что происходит в партии. Окей, давайте примем звонки. Давайте. Добрый день. Мы очень коротко и быстро. Здравствуйте. Вот насчет мусульман. Оказывается, вот в МИДТЦЕРН в 2016 году, то есть в 2018 году принимал 95% мусульман. Сколько, интересно, принимало участие наших соотечественников? Да, абсолютно. 50% или меньше? Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Мало того, если вы посмотрите, где-то был перечень, список мусульман, которые были избраны в тот или иной офис, и он довольно обширный. Ну, то есть, там, начиная с Board of Education, с Village и так далее, и до самого верха. Довольно обширный список. И я не думаю, что мусульмане, которые попадают в тот или иной офис... Сережа, мы сейчас переживаем то же самое, что происходило во Франции. Абсолютно. Просто никто не хочет в это не верить, а никто не хочет с этим дело иметь. Понимаешь? Потому что у нас сейчас получается, вот у нас 95% мусульман, откуда они взялись? Точно так же, как во Франции. У нас не было такого количества мусульман до определенного времени. Потом, когда они появились здесь, когда они опять же, как и во Франции, начали рожать детей, тащить сюда своих родственников и так далее. Да, ты не забываешь, что у них там по всем... Откуда мы взяли... Мы рожаем... У нас сейчас демографическая статистика идет такая. Да, 1,7, 1,8. 1,8 у... Окей. А у них по 4, по 5. Так как мы можем? Мы через 20 лет превратимся во вторую Францию, если будет так. Так они же говорят, нам не надо воевать, нам надо только рожать. И все. Вот откуда берутся 95%. Это же не... И вот в связи с этим я не перестаю возмущаться, когда Трамп принял и сдал исполнительный указ о том, чтобы ограничить въезд из стран, которые бесконтрольны, которые не подконтрольны даже своему правительству, и которые в большинстве своем населены мусульманами. И как активисты типа Юлия Бекбова и некоторые синагоги реформистские вышли на баррикады протестовать, надели эти розовые шапочки на голову и вперед. Хиас рассылал письма, мы должны встать, так сказать, на защиту наших братьев-мусульман, чтобы позволять им приехать. И вот результат. Вот вам, Юлия Бекбова, результат. Миннесота. Ильхам Амар. Антисемитка до мозга костей отстаивает интересы мусульманского братства. Рашида Талиб из Мичигана, где уже существуют целые анклавы, Нога Узон. Вот так. Это вот деятельность прогрессивных евреев. Это начало только. Которые заражены бациллой самоубийства. Ни больше, ни меньше. Добрый день, пожалуйста. Мы дождались. Перезвоните. 847-400-5200. Вот это меня действительно возмущает. Я понимаю политиков, которые смотрят в выборку. Ага, азиаты за нас голосовали 73%, мексиканцы за нас голосовали 72%, евреи за нас голосовали 70%, мусульмане за нас проголосовали 95%. Между прочим, если ты посмотришь данные, кто голосовал за Аль-Хам, за Амар, да, и за Рашиду Талиб, поверь мне, там большинство это белые, это не мусульмане. Конечно, конечно, конечно. Алло, добрый день, вы в эфире. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый. По поводу мусульман. Вот последние инциденты были. Дания, Утрехт, Новозеландия и, как ни странно, город Якутск в Сибири. Был я в Сибири. При этом новости сообщали следующее. В Новозеландии две мечети расстреляли. В Утрехте после инцидента были закрыты все мечети. В Якутске была закрыта мечеть. То есть, это там не просто отдельный кто-то попал, а там уже есть мечети. В Лондоне более 400 мечетей. Больше чем 100. В Более 4 тысячи. Мэр Лондона, мусульмане, министр внутренних дел, мусульмане. Но про Францию и Германию уже и говорить не стоит. И второй вопрос я бы хотел сказать. Ребята, мне кажется, мы рано празднуем репорт Мюллера. Вакханалия, истерия продолжается. И даже в чем-то более нагнетается еще сильнее. Все более агрессивно совершенно верно. Более агрессивно. Да. Поэтому, мне кажется, не надо ждать спонтанного выхода из демократов. Из их темпартии. Надо что-то делать на ихнем поле. Мы, очевидно, в следующем... Хороший вопрос. Большая тема очень. Спасибо огромное. Спасибо. Мы, наверное, в следующем сегменте поговорим о том, что происходит. После того, как вышел репорт Баба Мюллера. И после того, как Вильям Барр написал свое письмо. Вы понимаете, я немножко с вами не согласен в одном. Мы обязаны радоваться тому, что вышло вместе с репортом Мюллера. Объясню почему. Потому что наша радость, наше процветание не должно зависеть от того, что происходит в партии демократов. И каким отношением они это все обволакивают. Мы все равно должны радоваться, мы должны гордиться тем, что наконец-то доказали, что он здесь ни при чем. И вот теперь начинать, как вы говорите, не играть на их поле, а идти прямо к ним в партию со всем Министерством Юстиции, с ФБР и так далее. И начинать расследование того, что они делали последние два года. Но радоваться обязательно надо. Мы не рано радуемся. Нам четко сказали, что его абсолютно фактически оправдали. Хотя бы при том... То есть, вы поймите простую вещь. Они сегодня требуют вот этих репортов Мюллера. Они сами прекрасно понимают, потому что это было принято в Конгрессе, что обязательно нужно редактировать такого рода репорты. Они знают, что этот репорт придет отредактирован. И они уже ждут, чтобы поднять, войдут о том, что, ну конечно, они теперь прячут от нас, они редактируют. Поэтому дело не в том, мы радуемся или не радуемся. Дело в том, что мы делаем для того, чтобы вернуть хоть какой-то нормальный строй в эту страну. А радоваться надо. Дело в том, что я с Анатолием согласен на 100%, что больше надо уделять внимание общению с единомышленниками и радоваться тому, что происходит. И стать еще более сплоченным и понимать, что нам нужно делать в борьбе с оппозицией. Кроме того, не забывайте, что когда вышли результаты этого репорта, как все радовались, да, радовались кто? Радовались мы. Демократы были расстроены, но еще больше расстроены были средства массовой информации, потому что 18 месяцев только этому и уделялось внимание. О чем же теперь говорить средства массовой информации? То есть получается так, что... Мы должны прерваться. Да, хорошо, давайте. Я хотел принять звонок, потому что это большая очень тема, и хотелось бы, так сказать, пошире поговорить. Не прерваясь. Какова реакция на этот репорт? Со стороны одних, со стороны других, что мы по этому поводу думаем? Что думают наши радиослушатели по этому поводу? Был звонок, мне очень хотелось принять. Вот нам огромный привет передают из Израиля. Мы прерываемся на паузу. СТОС и говорит браво президенту Трампу. Один звонок, примем и прервемся. Пожалуйста, Анатолий. Да, Анатолий, я согласен, согласен, радоваться надо, но не надо опускать руки. Это да. Надо активно работать против негативных моментов в демократической партии. Фактов более чем достаточно. А вот тут я с вами согласен на абсолютный, нельзя опускать руки и наоборот, в приподнятом настроении. Мы же всегда призываем к этому, делайте что-нибудь, хоть что-то, дайте донейшн, проголосуйте за какую-то петицию, что-нибудь, распространяйте какую-то информацию в соцсетях, какую-то пропаганду введите, детей воспитывайте в правильном русле. Вот поэтому, конечно, руки нельзя опускать, боже, сохраняйте. Я сказал, а СТО, который из Израиля говорит, браво президент, а вот мой друг из Санкт-Петербурга, Роман Шайхайдаров, передает мне привет. Ромка, и тебе привет тоже. Ну что, друзья, сделаем небольшой перерыв. Давайте попробуем. После чего вернемся.